Жильцы дома номер 6 по улице Геологов с сегодняшнего дня остались один на один со своими проблемами. Управляющая компания служба заказчика ЖКУ поселка Искателей не захотела продлевать с ними договор, оставив после своего управления массу нерешенных проблем. Сегодня в подвале дома жильцы обнаружили настоящий потоп из трубы с горячим водоснабжением. Подвал дома номер 6 по улице Геологов сегодня больше напоминает просторную дышевую кабину. На трубопроводе система горячего водоснабжения образовалась течь. Как давно здесь хлещет вода, сейчас сказать сложно. Жильцы заметили это только сегодня, когда в очередной раз решили проверить коммуникации дома. Для них это дело привычное. А сегодня я пошел проверить. А вы сами? Сам хожу. Знаю про меня? Это да, уже не первый раз, мы уже вызывали как-то еще. Мы в службу заказчика было, с соседом ходили. Зашли, окно открыто было, порвали. Заходим в подвал, у нас отопление прорвало. Да, то есть еще и помимо того, что было горячее и холодное, еще и отопление? Да, они по отдельности. А дом у нас в принципе вообще сдан был, что горячее водоснабжение от системы отопления. От технического водоснабжения? Да. Потом переделали они в 2014 году. Ввод-то осуществлен неправильно, акт составлен. Жильцы говорят, трубы в подвале давно проржавели и требуют замены. Но управляющая компания в свое время так ничего и не сделала. По утеплителям данным, ну, этого образца или другого, находятся трубы, которые не окрашены. Или даже если она окрашена, ну, в летний период, то есть когда отопление отключают, они конденсируют. Получается перепад температур, и эта влага потом приводит вот к этому, что под этим утеплителем трубы просто-напросто сгнивают. Данная такая же проблема у нас, например, на Россихино-2 дом. Там все выпис, согласно предписанию, устранили, но трубы в течение двух лет они сгнили. Вот такая вот проблема. В прошлом месяце служба заказчика по ЖКУ поселка Искателей в письменном виде уведомила жильцов о том, что отказывается продлевать договор управления их многоквартирным домом. С сегодняшнего дня они сами по себе, наедине с нерешенными проблемами. Проблемы самих жильцов остались, как сами видите, самим жильцам. Что хотите, то и делайте. У нас просто это не служит. Да, администрация как бы самоустранилась, хотя у них тоже по закону определено, что они должны осуществлять муниципальный контроль. Уже неоднократно было из жилинспекции сказано. Ну а жилинспекция что? Она выписывает предписание, и согласно почему дом и управляющая компания данного дома-то и отказалась. Они выписали предписание, которое управляющая компания вовремя не выполнила. То есть получили штраф 250 тысяч. И дальше сказали, что мы за вашего дома терпим большие убытки. Обращался в поселковую администрацию председатель совета дома Валентин Тарасов. Но там о коммунальных проблемах словно не слышит. А в администрацию поселковую вы к кому ходили? И с Дроздовым разговаривали, и с Казыченко. А вот к самому главе, заместителям? А его что-то не было или чего-то. А когда ходили? За всю неделю последовало? Прошлую неделю, наверное, с понедельника, вторник, позапрошлую и был. Я же не один ходил, еще вот тварь все отдельно ходит. Это сейчас мы уже объединились, скажем. Чтобы разобраться в этом непростом вопросе, мы обратились в Гострожилнадзор. В конце октября прошлого года инспекции службе заказчика по ЖКУ поселка Искателей было выдано большое предписание по устранению нарушений. В настоящее время управляющей компанией осталось исполнить два пункта. Об этом в телефонном интервью нашему каналу рассказал заместитель начальника инспекции Сергей Абрамовский. Исполнение устранения нарушений по системе горячего водоснабжения трудопровод до 15 сентября 2018 года. Второе – это по поводу поверки общего домового прибора учета тепловой энергии. Оно до 15 мая 2018 года. Те дефекты, которые управляющая организация не устранила в период своего управления, ее можно, в принципе, будет даже обязать через суд, в том числе через органы жилищного надзора. Если собственники обратятся к нам с ходатайством выступить в их защиту, их прав, то мы тоже также сможем выступить с этим иском об обязании устранения тех дефектов, которые она оставила, скажем так, ушла с дома и оставила этих невыполненных. В скором времени жильцы дома намерены провести собрание, чтобы выбрать новую форму управления своим многоквартирным домом.